А какие у вас оценки в школе? Споры ведутся уже долгое время. Кто же в жизни будет успешнее и лучше устроиться? Отличник или троечник? И сейчас уже выросло не одно поколение с установкой, что оценки ничего не значат, а троечники лучше адаптируются и устраиваются в жизни. А может быть, есть еще и третий путь? Все знают, что в школе оценки ставятся буквально за все. И часто с начальной школы из-за оценок на ребенка навешивается ярлык, который определяет его поведение и отношения окружающих. В российской школе, по сути, ставят 4 оценки, несмотря на то, что система-то пятибальная. 2 – это неудовлетворительно, 3-4-5 – это удовлетворительные оценки в разной степени. Вообще, я лично против стереотипов и навешивания ярлыков в школе, потому что каждый человек на разных этапах своей жизни может проявлять себя по-разному, а дети особенно, ведь каждый взрослеет и развивается по своему собственному пути. Но буквально со всех сторон вот уже долгое время говорят, что троечники-то успешнее, однако, по сути, это все мифы, которые не подкреплены никакой статистикой. Для того, чтобы подтвердить это утверждение, чаще всего приводят в пример богатых и знаменитых, школьные успехи которых еле-еле дотягивали до оценки удовлетворительно. Как правило, говорят, что именно троечники более творческие и гибкие, способны адаптироваться под новые условия и находить новые и экстраординарные пути решения проблем. Они добиваются карьерного роста в отличие от отличников. Часто в качестве доказательств приводят в пример политика Уинстона Черчилля, футболиста Андрея Аршавина и даже ученого Альберта Эйнштейна. А вот образ отличника двойственный. С одной стороны, сразу представляешь себе прилежного и опрятного ученика, который тянется к знаниям и любит учиться, а вот с другой – замученного школьника без детства. И почему-то здесь никто не вспоминает о знаменитостях и рейтингов не составляет. И кем же быть лучше? А чаще всего не следует стремиться иметь пять по всем предметам или забивать на учебу вообще. Скажу сразу, что третий путь мне кажется гораздо более гармоничным для ребенка. Почему-то в мире отличников и троечников забывают про хорошистов. Четверка как-то теряется и достается гораздо меньше внимания, чем даже двойка. Но учится-то ведь хорошист нормально, оценка удовлетворительная, однако звезд с неба не хватает, как отличники. Как правило, хорошисты наделены важными качествами. Они умеют распределять свои силы и внимание, определять важность разных задач, работоспособны, а их потенциал незаслуженно недооценивают и списывают со счетов. Итак, почему же хорошисты круче отличников и троечников? Ну, во-первых, их знания глубже, больше и прочнее, чем у троечников. Во-вторых, у них адекватная и сбалансированная учеба, которая не становится одержимостью и гонкой, как в самом печальном сценарии у отличников. И в-третьих, они более самостоятельны, гибкие и креативны, потому что у них есть время, силы и желание заниматься хобби и развивать творческое мышление. Следующий момент касается рамок и ограничений, ведь именно у тех, кто учится на четверке, их меньше всего. Но смотрите, чтобы быть отличником, нужно иметь только пятерки, ну максимум одну четверку, а у троечников, в принципе, все оценки на грани удовлетворительных. Хорошисты же еще и условно делятся на тех, кто имеет 4,5, только 4 или четверки с примесью троек. Разброс большой, и как бы школьник не учился, он все равно остается в этом статусе. Это более жизнеутверждающая и универсальная позиция. И да, про троечников тоже так говорят, что они лучше адаптированы к реальной жизни. Но главное, что отличает хорошистов, так это то, что они понимают ценность образования и труда, и сознательнее подходят ко многим вопросам. Хорошисты ранжируют все учебные дисциплины, по тому, насколько они важны, нужны и интересны. Например, выбирают себе естественно научное направление, изучают его на повышенном уровне и бросают именно туда все свои силы. А вот остальные предметы учат на базовом и просто поддерживают для общей эрудированности. Вообще в обучении все придерживаются, условно говоря, одного из двух главных подходов. Первые считают, что понимать информацию не нужно, нужно только лишь ее зазубрить, выучить наизусть и делать все по изученному правилу, не отходя от него ни на шаг. Вторые же, в свою очередь, занимают противоположную позицию, говоря, что понимание – это ключ к успеху. Действительно, запомнить информацию можно только после того, как поймешь и осознаешь ее. И только после этого изученное правило можно правильно применять, а еще видеть и другие пути решения. Зубрежка – это не лучший инструмент. Если ребенок зазубривает, знания у него не остаются, и понимание не приходит. Получив свою оценку, тройку или пятерку, он напрочь забывает. Теперь это лишняя и ненужная информация. Выучить все в школьной программе, иметь гармоничное детство и время на личные дела и хобби невозможно. Забивать на учебу, относиться к знаниям, творческим увлечениям и обучению спустя рукава – тоже не самая лучшая стратегия. Очень сложно будет как по щелчку вдруг измениться и начать по-другому относиться. Важно уметь расставлять приоритеты, поэтому учиться на четверке и быть хорошистом – это самая сбалансированная стратегия, которой потом еще и во взрослой жизни можно следовать. А вы как думаете? Поддержите лайком, если тема вам интересна, нам это важно. С вами была Наташа и вместе мы найдем идеальную школу.